Пусть так Как ещё объяснишь Что нужно Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Пусть так и будет Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok 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 Москва настаивает на юридическом закреплении того, что НАТО прекратит свое расширение на восток, в том числе и военное освоение территории Украины. Ковид-глобулин получил постоянную регистрацию здраво. Это российский препарат для лечения коронавируса. Он создан на основе плазмы крови людей, уже перенесших заболевания и содержит антитела. Лекарство поможет организму побороть инфекцию и не допустить осложнений. Ну а для профилактики коронавируса в ближайшее время будет выпущена еще одна вакцина в назальном исполнении. Уже 15 января в России стартует набор добровольцев для ее исследования. По словам директора центра имени Гамалея Александра Гинзбурга, участие в нем примут как вакцинированные, так и нет. Прививка по-прежнему единственный шанс надежно защитить организм от опасного вируса. В Севастополе уровень коллективного иммунитета уже приближается к 100%. Это позволило смягчить коронавирусные ограничения к новогодним каникулам. Репортаж Диана Чербатова. Музеи Севастополя открывают свои двери абсолютно для всех посетителей. Теперь, чтобы попасть на территорию, достаточно предоставить билет, к Юркоп больше не нужен. Но остальные ковидные ограничения действовать продолжают. По-прежнему нужно... Папа, папа, смотри. Домы у пакет. Кино, тело и интернет. Кино, тело и интернет. Нужно носить маску и соблюдать социальную дистанцию. Для музеев, что находятся в помещениях, есть дополнительные требования. В нашей экспозиции мы все-таки будем пускать ограниченное количество, как и мы это делали ранее, 15-20 человек максимум в группах. В преддверии Нового года в Севастополе сняли часть ограничений. Электронные сертификаты больше не нужны посетителям кафе, ресторанов, торговых центров и других общественных заведений. Вход теперь свободный. Но и прежние требования у большинства жителей проблем не вызывали. Хуар-код у меня уже, да? Да. Какая разница, существо не сыграло. Изменения коснулись туристов. Им при заселении в гостиницу города электронный сертификат тоже больше не нужен. Мы селим всех, кто к нам хочет приехать. Вот таких очень много гостей, которые хотят приехать, но не могли приехать, потому что не было у них сертификата. Отмена ограничений – результат вакцинации. Власти Севастополя утверждают, коллективный иммунитет в городе сформировался. Более 91% жителей сделали прививку. Более младшего возраста еще думает, там нас не коснется. Вот чтобы не коснулось, надо привиться и жить спокойно. Захотел на елку пойти на Новый год, пошел на елку. Нация должна быть здоровой. Основная масса жителей района и не только привиты. Сейчас идет, конечно, массовая уже ревакцинация, людей, переболевших, получивших ранее по две прививки. Перепадает и заболеваемость почти в два раза в городе сокращают количество ковидных коек. Если человек привит и поступает, ему нужна кислородная поддержка, как правило, они уходят отсюда через неделю. Те, кто не привиты, кому нужна кислородная поддержка, у них, несмотря на проводимое лечение, может наблюдаться ухудшение. В Крыму требования тоже смягчают. В общественные места теперь можно пройти без электронного сертификата. Он необходим только при заселении в гостиницы и санатории, но это временно. Вернуть ограничения власти обещают уже 20 января и до тех пор, пока привитых не будет больше 80%. Кена Щербада, Андрей Теренцов, Никита Каченко и Дмитрий Федорченко. Вести. Крым. Из-за коронавируса Международная федерация хоккея отменила молодежный чемпионат мира, который проходил в Канаде. Решение принято после положительного теста у российского спортсмена. Спортсменам вирус обнаружен у лучшего снайпера нашей команды Матвея Мичкова. Россиянам зачитали техническое поражение в матче со Словакии, а ранее коронавирусом заразились хоккеисты США и Чехии. И продолжать турнир стало практически невозможно. Федерации хоккея России заявили, что разделяют заботу организаторов о здоровье хоккеистов. Отмененный чемпионат планируют провести заново, возможно, летом 22 года. Резкое похолодание ожидается в новогодние дни сразу в нескольких регионах России. На Сахалине будет минус 50, а жителям Якутии стоит готовиться и вовсе к 60 градусным морозам. Все минус 30 сейчас ощущаются в Приморье. Морозов не выдержала теплотрасса. Вот такой огромный стихийный фонтан забил на набережной Владивосток. Куда рециклона готовится на Камчатке, там объявлена лавинная опасность. На вторые сутки сильный снегопад в Волгоградской области к этой минуте уже выпала треть месячной нормы. Метелетели снежные заносы на дорогах в Саратовской области и из-за гололедов Квеса и Болгоградзавоса и парализовал движение на одной из трасс. В Кабаровском крае прокуратура начала проверку после аварийного отключения воды, отопления и газоснабжения. Без тепла почти в минус 60 остались несколько тысяч жителей. И в эти же минуты пожарные спасают от огня целое село. На одном из дачных участков стопнули две крупные цистерны с бензином. Из одной из них разлилось топливо. Слышны громкие хлопки. Площадь возгорания составляет 300 квадратных. Площадь не задействовала больше 40 человек и 10 единиц техники. Сейчас главная задача не допустить переход огня на здание. Грозная ударная сила и длинная рука российского флота на дальнейшем. Тихонского моря. Ракета вышла замечание. Ракета вышла замечание. Ракета вышла замечание. Ракета вышла на доллар на долларов. Продолжение следует... 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 О, да, да. Я, о. Выступаешь? О, хаппи-нюю, да. С Новым годом. Вижу. Красиво у вас, так хорошо. Да, все вроде нормально. У вас все в порядке, все тяжело, здорово. Да, все хорошо. Все переборевают. Отлично, я прошла вам в следующем году, потому что мы с вами не будем разговаривать. Желаю вам здоровья, успехов, счастья, главное, да, и здоровья вашим близким. Спасибо огромное, да, спасибо вам. Всего доброго. Берегитесь себя, будьте здоровы, счастливы. То есть, как бы, все будем, наверное, да, все хорошо. Спасибо. Вам всего доброго, всего хорошего, да. Всего счастья, друзья. Хорошо. Данил, ты первый, да? Привет. Привет, привет. Привет, привет. Привет. Привет, привет. Привет, привет. Окей, что у нас сегодня? Новый день. Сморо. 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 alright maybe some news you know what let us play something good what did we play yesterday last time oh yes G minor scale period okay okay mm-hmm okay your finger seems to be okay sorry okay okay what you're up to with this scale what you're up to okay okay I gotta show something there gotta go gotta go no so here is the piano music okay piano music not just radio what is the secrets of the scale yes 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 different we add more sentimental and we make the scale go yes so so basically yes some views no 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 alright let's play some music what do you have no 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 oh no yeah 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 okay Да, тут есть ансамбль Так, может быть мы закончим Если вы читаете эти книги, да? Я думаю, да И продолжаем, да? Да Добавил субтитры Добавил субтитры Добавил субтитры Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 DimaTorzok